Как правильно прорастить зерна для еды? Выращиваем свой огород на подоконнике. Пророщенные зерна считаются очень полезной биологической добавкой для организма. Зерна пшеницы ржи бобовых и подсолнечника обладают антиоксидантными свойствами, улучшают иммунитет и помогают нормализовать обмен веществ. Прорастить зерна можно самостоятельно в обычной квартире. Как это сделать правильно, рассказали в Фудандмут. Как утверждают специалисты, есть три фактора, которые составляют формулу проращивания зерен – вода, свет и тепло. Как прорастить зерна? Зерна промыть охлажденной кипяченой водой. Положить зерна на трехслойную марлю или чистую ткань. Накрыть зерна еще одним слоем ткани и залить небольшим количеством слегка теплой кипяченой воды. Поставить зерна в светлое теплое место. Пригодность в пищу нужно определять по длине проростка. Съедобными зернами считаются те, у которых росток не менее 1 мм. Важно! Зерна для проращивания стоит приобретать в аптеках или специализированных магазинах. Посевные зерна обычно обрабатываются ядохимикатами, и проращивание таких зерен для употребления ростков может быть опасным для здоровья. В пищу не стоит употреблять проросшие зерна с зелеными ростками, которые хранились более двух суток. Нельзя употреблять в пищу те зерна, которые не дали ростки в течение нескольких суток. Проросшие зерна можно смешивать с медом, изюмом, орехами. Еще такие ростки можно пропустить через мясорубку или комбайн и добавлять в готовые блюда и салаты. Также зерна с ростками можно подсушить и перемолоть, а полученную специю добавлять в салаты, соусы и приправы. Напомним ранее мы писали о том, какие продукты приближают преждевременное старение. А также рассказывали о том, какое растение в доме убивает микробы и вирусы.